всех приветствую на канале сегодня мы будем вязать вот такие замечательные перчатки из остаточков носочной пряжи очень удачная утилизация перчатки классные получились у них двойная манжета а сами перчатки одинарные в сегодняшнем видео я вас конечно же научу очень классному методу как поднимать петельки без дырочи этот метод моя гордость я его очень полюбила использую его при вязании варежек перчаток и регланов при наборе подрезов пряжа это у меня alize artisan вот такие получились озорные перчатки у меня уже связан целый комплект есть вот такой вот очень прикольный снуд и конечно же такая озорная детская девчачья шапка с ушками сюда вам поставлю видео как это все смотрится мастер-класс на шапочку уже есть на канале ссылочка будет в описании скоро выйдет мастер-класс на снов и сегодня у нас мастер-класс по перчаткам по этому мастер-классу вы сможете связать перчатки абсолютно на любой размер мы его разберем на примере детских перчаток и еще девочки по ссылочке в описании приглашаю вас на свой канал на бусте там есть в бесплатном доступе вот такой вот чек-лист как же рассчитать петли для пальчиков перчаток а мы давайте переходить к вязанию для вязания перчаток я буду использовать открытый набор петель я его люблю делать при помощи воздушной цепочки лучше всего набирать количество петель кратное 8 ну или хотя бы четырем для того чтобы удобнее делить петли по посмотрите воздушная цепочка 40 у меня воздушных петель поворачиваю изнаночной стороной к себе и под протяжки ввожу спицу и набираю петли таким образом нужно набрать 40 петель я уже набрала все 40 петель 20 на одну спицу и 20 на вторую спицу и теперь мы будем вязать по кругу резинкой 1 на 1 примерно 5 сантиметров я свяжу около 16 рядов я уже вывязала 5 сантиметров получилось мне 16 рядов сейчас мы делаем фиксированный отворот для этого мы на протяжении трех рядов будем лицевые петельки просто снимать не провязанными нить за работой а изнаночные провязываю и таким образом поступаем на протяжении трех рядов я провязала на протяжении трех рядов только изнаночные петли у меня получается вот такой отворот и дальше мы вновь переходим на вязание обычно резинкой 1 на 1 и вяжем столько же рядов сколько провязали изначально то есть у меня 16 рядов связано до отворота и 16 рядов я также свяжу после обычной уже резинкой 1 на 1 то есть мы провязываем и лицевые и изнаночные петли я провязала после перегиба еще 16 рядов теперь сворачиваем наш манжет я просто здесь отметила маркер начало ряда и сейчас мы будем соединять нижнюю часть резинки и верхнюю часть резинки мы должны повернуть наше вязание чтобы вязать по лицу а не по изнанке я первую петлю просто снимаю то есть просто перетягиваю таким образом петлю что она теперь состоит из двух ниточек дальше мы подхватываем петлю со спицы и затем петлю по протяжке видите по нашей цепочке воздушной имеются протяжки из рабочих нитей посмотрите я вот первую протяжку пропускаю потому что я сняла первую петлю вот вожу спицу во вторую протяжку протягиваю рабочую нить сначала через протяжку потом через петлю и петлю скидываю вновь ввожу спицу в следующую петлю и следующую протяжку по воздушной цепочке протянула нить через протяжку затем через петлю и петлю скидываю и таким образом мы провязываем весь ряд я довязала ряд до конца посмотрите у меня осталась последняя протяжка по воздушной цепочке и вот это первая петля которого мы сняли и сейчас я подхватываю эту первую петлю за две ниточки то есть полностью и перехожу уже на нить однотонную и дальше начинаю вязать нитью однотонного цвета до вот этого места то есть до основания большого пальца вяжем просто лицевой гладью довяжем этот ряд до конца и уберем вспомогательную нить я провязала ряд уже голубой нитью теперь воздушную цепочку мы распускаем она нам больше не нужна это происходит то что нити зацепляются чуть-чуть подергиваем и распускаем я провязала 14 рядов это примерно три с половиной сантиметра и сейчас пришло время откидывать петельки для большого пальца чтобы рассчитать количество петель я общее число петель на спицах делю сначала пополам а затем на три части получаю не целое число и я всегда округляю в меньшую сторону то есть у меня для большого пальца будет отложено 6 петель для вязания правой перчатки эти 6 петель мы откладываем в начале для давайте я вам покажу как отложить петли для правой перчатки посмотрите я сначала провяжу одну петлю и затем буду откладывать петельки но вот эту первую петлю нужно провязать скрещенной и причем скрещенной она должна быть в сторону полотна то есть не в сторону большому пальцу а в сторону полотна вот посмотрите петля скрещенная и у нее вот эта ножка которая идет по верху она направлена в сторону полотна затем мы 6 петель скидываем на дополнительную спицу и эти 6 петель которые мы скинули необходимо набрать я использую открытый наборный край на цепочку из воздушных петель вот она косичка у меня я ее поворачиваю другой стороной к себе и под протяжки набираю 6 петель то есть то же самое число петель которое мы спустили все 6 петель вновь вернулись на спицу теперь я перехожу к вязанию уже петель самой рукавички и опять же первую петлю я должна буду провязать скрещенной и ножка должна быть направлена в сторону полотна посмотрите вот видите ниточка которая лежит сверху на скрещенной петле она направлена в сторону полотна такие петли необходимы для того чтобы при поднятии петель большого пальца у нас не было отверстий у меня на канале есть мастер-класс более подробный на толстые пряже я вам ссылочку оставлю в описании то есть перед пальцем и после пальца петельки скрещены и видите они как бы направлены в противоположную сторону друг от друга эта петелька смотрит в ту сторону это петелька смотрит в ту сторону то есть в противоположную от самого пальчика дальше продолжаем вязать по кругу уже до основания мизинца давайте теперь разберем, если мы вяжем левую перчатку при вязании левой перчатки эти 6 петель пальчика мы должны отложить в конце спицы но не забываем еще одну петельку должны оставить, которую мы провяжем скрещенной вяжем петельки спицы, не дойдя 7 петель до конца ряда вяжем обычной лицевой гладью до конца у меня осталось 7 петель 6 петель самого пальчика и одна будет петелька скрещенная еще одну петельку я верну обратно, чтобы также провязать ее скрещенной вяжу вот таким образом петелька получается скрещенной и опять же говорю, вот эта верхняя ниточка, которая лежит поверх, идет в сторону полотна следующие 6 петель мы убираем набираем дополнительно эти же 6 петель, которые мы спустили 6 петель набраны и последнюю петлю со спицы я также должна буду провязать скрещенной ниточка, которая лежит сверху, она направлена в сторону от отверстия все дальше мы переходим на круговое вязание и все петельки вяжем как обычно лицевыми больше скрещенных петель вязать не нужно вяжем так до основания мизинца я уже довязала до основания мизинца получилось мне 14 рядов и это почти что четыре с половиной сантиметра где-то 4 и 3 сантиметра теперь нужно отделить мизинчик сейчас я вам покажу как делать расчеты на пальцы я создала для вас такой небольшой чек-лист, его можете скачать бесплатно по ссылке в описании у меня на канале на бусти то есть общее количество петель лучше всего брать кратным 8 у меня на 40 петель я делю эти 40 петель на 8 частей то есть каждая часть у меня получается по 5 петель посмотрите я схематично разделили разделила петли на две спицы у меня первая спица вверху и вторая спица внизу всего 8 частей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 каждая часть по 5 петель также чтобы перчатка удобно сидела на руке между пальчиками нам нужны перемычки мы берем для детских перчаток перемычку по 3 петли для взрослых на 4 петли но учитывайте, что это для тонкой пряжи ализе артисан то есть если пряжа толстая, то вам понадобится всего лишь 2-3 петли, а может быть даже 1 петля то есть все зависит от пряжи дальше нам необходимо немножко перераспределить петли, так как пальцы у нас разной толщины мы берем от безымянного пальчика, то есть от пятой и шестой части отнимаем одну петлю сверху и снизу эту одну петлю прибавляем к указательному пальцу посмотрите, как распределятся петли указательный палец состоит из первой части, второй части и одной перемычки то есть первая часть плюс вторая часть плюс перемычка первая часть 5 плюс 1, вторая часть 5 плюс 1 и перемычка 3 петли в итоге 15 петель то есть суммируем вот эти вот петли это у нас средний палец 5, 5, 3, 3 безымянный палец здесь уже 5 минус 1 части опять же две перемычки и мизинчик далее я рекомендую разметить пальцы цветными маркерами то есть допустим петельки указательного пальца снять на маркеры одного цвета среднего другого цвета и так далее, чтобы удобнее было вывязывать и начнем вывязывание пальцев со среднего пальца давайте приступать согласно расчетам мизинчик у меня будет по 5 петель то есть нужно с одной стороны перчатки, то есть одной спицы снять 5 петель и со второй спицы также снять 5 петель, но сначала мы их провяжем, чтобы отодвинуть нашу рабочую нить все вот я их провязала и также переснимаю все это будут петли нашего мизинчика теперь нужно чуть-чуть связать подъем для остальных трех пальцев, потому что мизинчик значительно ниже их я провязала после пальчика после мизинчика одну спицу, вторую спицу довязываю последнюю петлю нужно сделать скрещенной в сторону противоположную от отверстия и сейчас нам нужно будет набрать петельки, то есть по моим расчетам это 3 петли посмотрите, я просто вот таким образом делаю петельку на рабочей нити и эту петельку надеваю на спицу первая петля, еще раз перевернула, вторая петля, еще раз делаю петлю из рабочей нити надеваю петлю на спицу и получается третья петля все теперь мы замыкаемся в круг опять же у нас здесь остается отверстие и мы также как на большом пальце перед отверстием и после отверстия должны связать скрещенную петельку скрещена она опять же должна быть в сторону противоположную от отверстия провязать нужно таким образом всего лишь три ряда, то есть я уже иду на второй ряд петельки которые мы набрали тоже вяжем лицевыми, сейчас я до них дойду и покажу как провязать я довязала до этих трех петель которые мы набрали вот видите у меня идет рабочая нить от петельки вот она как закрученная я ее провязываю как бы скрещенной за переднюю стенку первое чуть-чуть их подрастягиваю не затянулись вторая и третье все сейчас провязываем последний ряд и отделяем следующие пальцы я начинаю вязать перчатки со среднего пальца присоединяем рабочую нить опять же петлю будем вязать скрещенную у нас вот здесь остается сбоку отверстия поэтому скрещенную в эту сторону делаем петлю провязываем петельки с маркера их всего пять штук и последнюю петлю с маркера нужно будет связать скрещенной и опять же петля скрещенная направлена в сторону в противоположную от отверстия вот у меня отверстия для пальчиков и петля направлена в другую сторону дальше между пальчиками необходимо набрать 3 петли также сделали петельку из рабочей нити и накидываем ее на спиц вторую и третью я беру вторую спицу и теперь нужно набрать также петельки для среднего пальца с противоположной стороны то есть они у меня специально отмечены маркерами одинакового цвета чтобы уже не спутаться опять первую петлю нужно провязать скрещенной в сторону противоположного от отверстия идет видите ножка петли и последнюю петлю с маркера также вяжем скрещенной и чтобы замкнуть наш пальчик нам также необходимо и здесь набрать 3 петли первая вторая и третья все в итоге у нас получилось на средний пальчик по 5 петель мы откладывали с одной и с другой стороны всего 10 и еще 6 мы набрали то есть 3 с одной стороны 3 с другой в итоге средний пальчик у нас идет на 16 петель все теперь переходим к круговому вязанию и вяжем петли среднего пальчика пока у нас полностью не скроется весь палец в вязаном полотне также провязываем набранные петельки как бы скрещенными провязала пальчик на необходимую длину то есть полотном полностью закрывается весь пальчик у меня получилось 20 рядов или примерно 5 и 3 сантиметра теперь мы будем закрывать петельки для этого мы провязываем все петли парами подхватываю две петли провязываем то есть количество петель пальчика у меня сейчас сократится в два раза провязала все петли парами у меня осталось вот 16 петель только 8 и теперь мы стянем все петельки пальчика при помощи метода ромашка посмотрите я провязываю первую петлю лицевой и возвращаю ее обратно подхватываю вторую петлю подтягиваю и накидываю на первую следующую петлю подтягиваю и накидываю следующую петлю подтягиваю и накидываю и таким образом все петли накидываем на эту первую провязанную петлю все петли накинуты на первую петельку я уже обрезала рабочую нить и посмотрите вот у меня петля на спице я теперь ее вытягиваю и все и пальчик готов осталось только заправить кончик при помощи иглы посмотрите я еще раз вдергиваю иголочку в эти же петельки которые мы накидывали чтобы зафиксировать остаток рабочей нити посмотрите как аккуратненько получается все и выдергиваю нить на обратную сторону и там уже фиксирую хвостик теперь приступаем к вязанию указательного пальчика посмотрите мы вот здесь набирали три петельки вот видно вот эти вот раз два и три вот такие вот поперечные ниточки вот сцен с центральной и начинаем набор петель то есть я ввожу под эту ниточку и вот под вторую подхватила ниточку и вот под ней то есть две всего берем рабочую нить и вытягиваем петлю точно так же подхватываю соседнюю ниточку ниточку под ней вытаскиваю рабочую нить дальше посмотрите идет вот эта петля скрещенная вот видите ее одна ниточка идет направлена в сторону среднего пальца я подхватываю ниточку которая ниже таким образом вытягиваю и скручиваю ее чтобы получилась петля у меня на канале есть мастер-класс по такому способу по тазанам где на толстой пряжи видите я перекрутила и опять же туда подтягиваю рабочую нить вот что должно получиться затем начинаем провязывать петли с нашего маркера берем вторую спицу и провязываем петли со второго маркера я провязала петли и со второго маркера здесь вновь у меня это скрещенная петля у среднего пальчика вот она подхватываю нижнюю дужку закручиваю и набираю петельку и затем по краю среднего пальчика у меня здесь не набрано еще одна последняя петля подход подхватываю эту протяжку ниточку которая идет ниже и вытягиваю петлю все все петли набраны сейчас у меня набрано на спицах 17 петель но мы подобрали две лишние петли вот из этой скрещенной и сейчас со следующего ряда мы их сократим провязываю первую набранную петельку лицевой все а две следующих петли провязываю вместе дальше просто петельки провязываю лицевыми и в конце ряда две петли последние тоже провяжу так же вместе посмотрите, на спице осталось две последних петли вяжу их вместе теперь пальчик состоит из 15 петель вяжем его по кругу на необходимую высоту я уже выполнила указательный пальчик он у меня получился 17 рядов и точно так же закончила вершинку как у среднего пальчика мизинчик и безымянный мы вяжем точно так же то есть не забываем поднимать петельку из скрещенной петли дополнительный подъем потом эту петлю дополнительную сокращаем точно так же возле безымянного пальчика вот она скрещенная петля не забываем поднимать как мы сделали здесь потом провязать провязав петли вместе и еще один нюанс при вязании мизинчика он у нас ниже на три ряда поэтому если вы вяжете такие же цветные пальчики как у меня то сначала три ряда провяжите нитью голубого цвета а только затем переходите на цветное вязание иначе у вас будет некрасивая ступенька из перехода цветов вот вяжем сейчас мизинчик и безымянный пальчик самостоятельно по такому же принципу как мы связали указательный я довязала безымянный пальчик и мизинчик мизинчик у меня получился высотой 16 рядов а безымянный также 17 теперь нам осталось связать большой пальчик посмотрите у нас вот здесь вот петли набраны на воздушную цепочку мы поднимали по воздушной цепочке 6 петель а наберем на одну больше вот посмотрите их хорошо видно вот эти петельки которые держат наша воздушная цепочка вот первая вторая третья четвертая пятая шестая и седьмая всегда набрали 6 петель поднимем на одну больше допустим если вы набрали 10 петель то поднять должны 11 я начну прям с центра то есть подхватила протяжку берем рабочую нить и начинаем подъем петелек и вот она последняя протяжка которую держит посмотрите дальше вот она идет скрещенная петля одну верхнюю дужку поднимаю петли подхватываю дальнюю и закручиваю ее и также набираю петлю вот что здесь получается вот такая подтянутая петелька дальше мы провязываем петли которые держат маркер их 6 штук я провяжу половинку и возьму вторую спицу опять у меня здесь скрещенная петля вот она подтягиваю набираю петлю и перехожу на петли которые держит воздушная цепочка вот она самая первая я подняла все петли их всего 15 то есть 6 петелек мы спустили на маркер 2 подняли из скрещенных и на одну больше набрали по воздушной цепочке воздушную цепочку можно уже распустить и все и теперь мы вяжем эти 15 петель то есть петли подняты вот таким образом из скрещенной петли мы не сокращаем мы так и вяжем все 15 петель на необходимую длину пальца я довязала большой пальчик также закрыла петельки как на всех остальных и наши перчатки готовы осталось связать только перчатку на правую ручку не забывайте поставить лайк этому видео подписывайтесь на канал и до скорых встреч всем пока